Всем привет! Сейчас хочу поделиться опытом работы с лобзиком Makita 4329. Лобзик довольно много уже повидал. Год выпуска 2007, как видите. Поработал он достаточно неплохо. За свою работу был заменен только направляющий ролик. И то это было уже года три назад. Что может данный лобзик? Мощность лобзика 450 Вт. Имеет регулятор оборотов для работы по различным материалам. Маятниковый ход в три положения. Он нужен для скоростного пиления. Пилочка устанавливается с помощью шестигранника, который идет в комплекте с лобзиком. Также можно регулировать платформу под углом до 45 градусов. Я, если честно, ни разу этим не пользовался. За долгие годы работы. Лобзик 2007 года. Имеется защитный экран, но я им практически не пользуюсь, так как бывает не совсем удобно. И он, когда в опилках, через него плохо становится видно. Сейчас я покажу, насколько можно чисто отрезать. И еще один момент. Некоторые думают, что с лобзиком и параллельным упором, вот отверстие под параллельный упор, что-то можно очень ровно отрезать. Разве их миг? Это не так, так как пилка имеет зазор в ролике. Небольшой, но как бы присутствует. Благодаря этому зазору ровно отпилить лобзиком никогда у вас не получится. Некоторые производители даже параллельные упоры не выпускают в связи с этим, потому что знают, что это бесполезное занятие. Так что, покупая параллельный упор, он будет ровно уводить в сторону, в одну или в другую. То есть, это не домыслы. Я это делал, пробовал. Отпилить ровно не удается. Какую бы вы пилку не использовали. Но сейчас я покажу на примере стеновой панели, насколько ровно можно отпилить просто по карандашу. Так, ну вот, рис готов. Посмотрим, что получилось. Ну, есть небольшие изгибы, но в целом подойдет, так как закроется декоративной планкой. И срез, в принципе, будет не видно. По частоте относительно сколов нет. Пилочка была по, скажем так, тонкому резу с достаточно мелким зубом. Этой пилкой также можно делать круговой рез, так как она тонкая. Пиление происходило с маятниковым входом в первом положении. Можно без маятникового входа, будет рез еще чище, но чуть дольше. Если понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!